Всем добра. Передаю отдельный привет в город Ярославль самому крутому котляру-графу. Во-первых, я для тебя был, есть и буду всегда Сергей Александрович Глушков. И вы меня до своего уровня не опустите никогда. Вы мне втроем напоминаете из детской сказки Змея Горыныча, у которого было три головы и одно тело. А у вас на три тела одна голова, и то пришитая. А сейчас посмотрим короткое видео. Что Ракле про Харри Зоне, соромав Зоне, ты мой старый записывай, да? Что Ракле про Харри Зоне, соромав Зоне, ты мой старый записывай, да? Ты сейчас понял, что ты сказал? Ты сам-то понял, что ты сказал? То есть, ты будешь затаскивать ко мне в организацию на разговор бандитов, которые будут наезжать, будут угрожать, а я не буду их записывать. Потому что ты крутой котляр такой на связи. Да ты почему сразу Яну Полякову, когда просился в организацию, не сказал, что ты с таким прицепом заходишь в организацию? Что здесь будешь крышей, ты крутой котляр, ты будешь все вопросы решать здесь, что у тебя там и блатные, и про Харри, и Ракле все на связи. Если ты это сразу же нам сказал, мы бы тебе указали на твое место. Где твое место? Ярославль, там и сиди, пока что. Слышишь ты, крутой котляр, ты меня будешь бандитами пугать? Я тебя схаваю за эти слова. Ты всего 250 километров от меня. Ты этих бандитов сожрешь. А теперь смотрим дальше видео. Алло, Сергей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Здесь с нами человек из Украины. Угу. Я слушаю. Он хочет говорить с руководством, талантовый руман. Я слушаю. Алло. Представьтесь, пожалуйста. Шо ты, как кто там руководитель этого канала? Так кто разговор ко мне завел Хусейна? Ты, видимо, насчет бандитов-то не шутил. Сейчас в оригинале слышно, что ты его завел ко мне в разговор. А я уже подключил Яна Полякова и подключил Рустама с Астрахани. Вы что здесь? Дураков нашли, что ли? Вы меня хотели развести. Сыграть с этим роковым Хусейном на пару. Кто деньги-то просил у них? А? Граф. А деньги просил ты. Потому что Хусейн дал эту запись послушать. Где ты просишь деньги. И выиграли на пару. Ты всю конференцию молчал и не сказал, что ты просил деньги. И Хусейн с Кристиной промолчали. А в принципе на мой вопрос, а кто же просил деньги-то? Они должны были сказать, так вот же он на связи. Граф. Он просил у нас деньги. Но они промолчали. Выиграли с ним вместе. Попытались нас развести. Мне крышу ищите шоколье. Не получится. Под отбойник все пойдете. А теперь послушаем видео дальше. Святого цыган, котляра, графа, который ради цыганского народа готов на все. Чтобы помогать цыганам. Смотрим видео. Начали мне объяснять, в что ходят мои обязанности в талантовые рума. Сергей Глушков говорит мне. Граф. Собери попись. Сколько у вас малоимуществ. Многодетные семьи. Пойди в администрацию. И проси помощь для цыган. Потом мне Сергей Александрович говорит мне. В чем еще входит моя обязанность. Граф, ты знаешь, есть такие ящики. Которые выставляются в торговых центрах, магазинах. Где масса людей. Рынки, базары. Где много людей. Я говорю, да, конечно, я знаю. Вот. Я видел, встречал эти ящики. Там для помощи. Для больных. Для нуждающих. Кидает деньги. Вот, граф. Мы... У нас тоже есть такая программа. Которую мы выставляем в такие ящики. Граф, ты должен пойти в торговый центр. Снять место для выставления эти ящики. Тем больше будешь выставлять, договариваться, тем лучше. Вот. Но, чтобы у тебя это все получилось, граф, мы тебе снимем офис. Ты, как являешься юридическим лицом Аталанта и Рума, и у тебя удостоверение фонда для помощи цыган, мы тебе снимем офис. Ты работаешь, будешь официально, и чтобы весь город знал, кто ты есть на самом деле. Вот. Он мне сказал, Сергей Александрович сказал мне, все вот эти моменты, которые ты будешь собирать, деньги, помощь вот эти, это все будет идти от фонда Таланта и Рума. Деньги ты оправлять будешь к нам, на счет, на фонд Таланта и Рума. Какие-то моменты, если у тебя есть знакомый торговый, который, не торговые центры, это, которые фирмы заготавляют там детское питание, детские там игрушки, что-то. Вот. Если можешь, можешь пойти туда тоже попросить помощь, там, игрушки, все вот эти моменты, тетрадки там или что-то там, такие моменты, которые будут нужны цыганам, и ты будешь раздавать, и так же, чтобы они тебе помогали. Если они могут дать какую-то помощь. Вот. Я тогда сказал, Сергей Александрович, у меня есть тоже своя мысль, можно я вам скажу? Он сказал, да, говори, граф. Я говорю, я тоже хочу, правда, я хотел очень сильно, и знает и Хоня, мой брат, из Краснодара. Я ему тоже об этом говорил, и сказал Сергей Александрович, Сергей Александрович, я тоже хочу открыть клуб, чтобы учить цыган. нашей культуры, танцевание, пение. Я уже договорился, не есть у нас люди в Ярославе, которые поют, кто умеет на гитаре, кто на баяне, вот, чтобы учить детей нашей культуры. Я также ему сказал, что эту школу хочу назвать имени Бузулёва Тарзана. Это артист, известный, сидит цыган. Он много принёс в обществе сидит цыган, пел, танцевал, и очень известно, почему бы его не поставить, его имя, открытие школы. Он, правда, согласился, сказал, тоже даст какую-то помощь, и эта помощь пришла до сегодняшнего дня. Когда он начал говорить, я уже понял, что здесь пахнет палёное. Я ему сказал, Сергей Александрович, вы знаете мой характер какой, или вы не знаете, что насчёт касаемо деньги, которые вы озвучиваете, что 20% граф твои, а остальные я управляю в фонд. Он же хотел же моими же руками просить у людей в администрации и других моментах помощь для цыганей, и от имени фонда Бузулёва я должен был делать помощь. И некоторые моменты, которые он озвучил, 20%, я ему сказал, Сергей Александрович, я никогда не брал деньги за какие-то моменты. Я даже 10 копеек, ни рубль не возьму, чтобы помогать цыганам. 20% тебе мало, нужно было больше, но я за тебя в тюрьму не пойду. По закону больше нельзя. И то эти деньги идут на содержание офиса, на расходы и на зарплаты. Кстати, ты же хотел такой большой штат для себя. Один будет за тебя читать, второй будет за тебя писать. Ты же читать писать не умеешь. Что ты, кстати, скрыл, когда просился в организацию? Ты об этом признался только после того, когда получил документы, что даже читать и писать не умеешь. Ой, какой Глушков плохой. Глушков плохой. Ставил перед ним задачи. Поставить ящики для фонда. Пойти в администрацию ради цыганского народа. Составить списки малоимущих семей, многодетных семей. Ты ничего вообще не сделал из этого. Ничего. Когда я понял, что ты вообще ничего не сделаешь. Я тебе сказал, хотя бы иди, сходи в администрацию. Я даже этого не сделал. А если ты пошел в администрацию, ты бы узнал, что там можно было получить помощь для цыганского народа. Потому что там сидит мой родной человек. Кстати, тебе Хоня об этом не сказал, а он об этом знает. Я еще раз повторюсь. Это не знакомый, не близкий, а мой родной человек. Кстати, брат, рано или поздно я поеду в гости к своему родному человеку. И ты мне вместе со своими бандитами скажешь все это в лицо, что наговорил на видео. Соберешь всех своих бандитов и скажешь мне в лицо, какой я плохой. Какой Глушков плохой. Только это ты мне скажешь прямо в лицо. Так ты зачем пришел в организацию-то, чтобы Глушков все делал, тебе все на лопате подал, все оплатил, а ты бы шишка сидел бы и говорил, что кому делать, всем распоряжался, и ничего бы при этом не делал. Ты хотел, чтобы открыли школу для цыганского народа. Ну, это хорошая идея, конечно. Только кому я доверю школу? Тебе? Которая ни читать, ни писать не умеет? Которая бы все это разрушила, разворовала, разнес бы? Ты что, гад? Я еще с разумом дружу. Что ты сделал для цыганского народа? Имея документы на руках. Имея мои связи в администрации. Ты хотя бы выбил деньги на подарки детям на Новый год. Ты хотя бы поставил ящики для цыганского народа. Ты ничего не сделал. А чем ты занимался? Ты за нашими спинами, вместе с Богом, залазил во все грязные дела, во все грязные разборки, за нашими спинами, прикрываясь талантливой руман. Ты представляешь интересы, талантливая руман. И люди тебе бегали, к тебе обращались. Ты же талантливая руман. Тебе все рассказывали. А у тебя задача была другая. А сейчас такой весь святой выходит, все рассказывает. Только если вспомнить сейчас все твои видео, которые ты выставил, и все записи, во всех темах, которые связаны с тем, с деньгами, с талантливой руман, в каждой теме участвуешь ты. И только ты участвуешь в этих темах. Все темы начинались с тебя, где просили деньги. Я тебе ставил официальные задачи выбивать деньги, официально, для цыганского народа. Что ты сделал из тех задач, которые я перед тобой поставил? Чтобы получить деньги официально. Ничего ты не сделал. Так почему тебе нужна была организация, талантливая руман, с моей поддержкой, если ты ничего не сделал? Тебе нужна была не организация, тебе нужна была группа, талантливая руман, чтобы творить свой беспредел вместе со своими братанами. И главное, чтобы мы ничего не видели, не замечали и не понимали. Итак, еще раз повторяю, блокировка аккаунтов, которые подписаны к майору, к Хоне и к Боге, продолжается. Отыграв, потеряйся. Всем добра, богополучия. Да, я чуть не забыл, шоколею. Вы будете мне указывать в моем доме, что мне делать и как мне жить? Вы будете указывать только своим женам на кухню. И то через раз. Всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok